МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите «Наше время». С вами Юлия Гафарова. Добрый вечер. И вот лишь некоторые темы выпуска. Ворские из трамвая выгнали 9-летнего мальчика, который потерял деньги на проезд. До дома ребенку пришлось идти пешком. Почему в поселке 9 января людей заставляют сносить свои дома? Без крови и компенсации рискует остаться десяток семей. Сколько стоят путевки в детские загородные лагеря в этом году? Бронировать места можно уже сейчас. И необычная акция сегодня прошла в Оренбурге. Дети читали книги «Собаки. Зачем?» В Шарлыкском районе столкнулись два пассажирских автобуса. Они направлялись из Киргизии в Казань. Столкновение произошло из-за сложных погодных условий. Один из водителей не рассчитал дистанцию и на скорости влетел впереди идущий автобус. В итоге одна из маршруток оказалась в Кювете. К счастью, никто из 32 пассажиров не пострадал. Сотрудники полиции всех эвакуировали и помогли добраться до места назначения. По факту ДТП проводится проверка. Вопиющий случай произошел в Орске. Там 9-летнего ребенка выгнали из трамвая. У мальчика не оказалось денег на проезд. В итоге школьнику пришлось в мороз идти пешком почти 10 остановок. Подробности у Александра Ефанова. Я шел с барвы, на меня напрыгнул мальчик. Из-за него у меня, наверное, вылетели деньги. Марат возвращался домой из спортивной секции. Сев в вагон трамвая, мальчик полез в карман и понял – платить нечем. 50 рублей, которые ему дали на проезд, куда-то исчезли. Кондуктор в своих действиях была решительна и непреклонна. Кондуктор из-за этого меня выгнал с трамвая. Кондуктор высадил его на остановке ЮМЗ. А мы живем на остановке Сорокина. И вот он с ЮМЗ до остановки Сорокина шел пешком. А это с десяток остановок. 9-летний мальчик провел на морозе почти полтора часа. Чтобы хоть как-то согреться, Марат заходил в магазины по пути. Телефон дома он оставил. Я, конечно, волновалась, уже вышла его из скалы. Он пришел сильно замерз, щеки обморозил, уши. За комментарием мы обратились в местное трамвайное управление. С таким до жестокости исполнительным кондуктором пообещали разобраться. Такие случаи просто недопустимы. В декабре мы провели со всеми работниками и кондукторами инструктаж, что детей нельзя высаживать ни в летнее, ни в зимнее время. То есть, если кондуктор встречает ребенка, который говорит, что тетенька, ну, как они обычно говорят, я потерял проездной или у меня не хватает нескольких рублей там, ну, вдруг такое, да, то в этом случае надо просто довести ребенка туда, куда он следует. Поводом для таких мер стал инцидент в Екатеринбурге, когда кондуктор высадил ребенка из автобуса в 30-ти градусный мороз. После этой ситуации глава Минтранса Максим Заколов предложил штрафовать кондукторов и водителей, высаживающих детей без билетников из транспорта в мороз. Кроме того, эксперты выступают и за усиление ответственности и для самих родителей. Александр Ефанов при поддержке ОРСК.РУ. Наше время. Тем временем в Екатеринбурге с водителями троллейбусного депо провели беседу по недопущению подобных инцидентов. На прошлой неделе мы рассказывали, что в 30-ти градусный мороз двое маленьких детей остались на улице из-за того, что водитель троллейбуса седьмого маршрута якобы выгнала их из салона. Девочки перепутали маршрут и доехали до железнодорожного вокзала, где вынуждены были сойти. Этой историей бурно возмущались пользователи социальных сетей. Вот сегодня нам удалось выяснить позицию водителя троллейбуса. Ее озвучили в управлении пассажирского транспорта города. Со слов женщины, дети, перепутавшие маршрут, спокойно доехали до конечной остановки и покинули транспортное средство. Насильно никто никого не высаживал. Тем не менее, профилактические беседы провели со всеми водителями. Там никто никого не высаживал, нигде и никаких вот этих вопросов не возникало, потому что это изначально было озвучено. В любом случае предприятие и неплановый струкаж провели по недопущению случаев с детьми, ну и в частности с кондуктором и с водителем данного маршрута. В Оренбурге арестовали 38-летнего мужчину, который нападал на подростков. Детей он поджидал неплодалеку от 40-й школы и, угрожая ножом, требовал отдать ему сотовые телефоны. У 13-летнего мальчика он похитил мобильник стоимостью 5000 рублей. Грабителя задержали по горячим следам. На славянском базаре он пытался продать телефон. Выяснилось, что мужчина неоднократно судим, в том числе за убийство и грабеж. Накануне вечером в промышленном суде ему избрали меру пресечения и заключили под стражу. Снести нельзя оставить. Сразу несколько семей из поселка 9 января получили решение суда, которое обязывает их сравнять свои постройки с землей. Все дело в том, что их владение якобы находится в слишком тесном соседстве с газораспределительной станцией. Этот аргумент казался бы вполне убедительным, если бы не одно «но». Всем, кто приобретал участки земли, администрация Оренбургского района выдавала официальное разрешение на строительство. Так почему сначала возводить дома разрешили, а потом скомандовали их сносить? И сколько семей рискует остаться на улице? Екатерина Киселева следит за этой ситуацией. Вот это наш дом, о котором мы мечтали. В свою мечту Шакировы вложили материнский капитал, субсидии, строились по программе «Сельский дом» и даже провели к коттеджу газоотопления. Когда молодую семью неожиданно вызвали в суд, они уже вовсю готовились к переезду. А тут неожиданно выяснилось, что их мечта находится в слишком тесном соседстве с газораспределительной станцией. И ничего хорошего сей факт не сулит. При возгорании или при взрыве отнесет меньше, чем на 150 метров, а его дом на 126 метров. И попадет ему в окно, а у него дети маленькие. Суд счел аргументы газовиков убедительными и постановил. Суд обязал Шакирова за счет собственных средств в течение трех месяцев снести самовольно возведенное строение, жилой дом. Сегодня дом мечты Шакировых выглядит так. Им все же пришлось сравнять его с землей. Однако с администрацией Оренбургского района, которая выдала разрешение на строительство, они каким-то чудом взыскали больше двух миллионов рублей. Меньше, чем потратили, но и такой финал можно считать хэппи-эндом. Соседи Шакировых о таком исходе пока только мечтают. Купили мы такую вот коробочку, без крыши, без плит, без окон. Эту коробочку в дом невенчаные превращали 13 лет. Строились медленно, своими руками, вкладывали все, что было. А потом явились газовики с рулеткой. До дома от газа 136 метров. До дома. Вместо, как выяснилось, положенных 150. Эти 14 метров и разрушили грезы немолодой уже пары. Суд встал, естественно, на позицию гастранса. И постановил сравнять дом с землей, причем на собственные средства. В такой же ситуации оказались еще 8 семей. Вот у Яковлевых трое детей. Они тоже мечтали о большом загородном жилье. Купили участок с фундаментом, взялись за возведение, засучив рукава. Потом тоже проиграли суд. Сейчас вот сметная документация о сносе составляет 560 тысяч. Я не знаю, где взять эти деньги. То есть это нереальная сумма сейчас для меня. Кто-то скажет, не проще ли не бедным газовикам перенести станцию и оставить в покое не самые зажиточные семьи. Изначально вроде как так и планировалось. Был уже даже изготовлен проект. Провели экспертизы. Оставались только работы в части переноса самой ГРС. То есть уже, будем говорить, монтажной работы. За пределы населенного пункта. Было уже определено даже место, куда будет выноситься данный ГРС. Они решили эти мероприятия не проводить, а буквально, по сути дела, расчистить территорию. В радиусе 150 метров. И вот последовали вот эти иски. На компенсацию от администрации района у этих семей шансов немного. В отличие от Шакировых, разрешения на строительство выдавались предыдущим владельцам участков в лихие 90-е. Тогда и ГРС-то еще не была узаконена. В общем, у тех документов, прямо как у консервов, истек срок годности. Мы уже сдались, махнули на все рукой, потому что два суда проиграли мы. Махнули рукой. Ладно, бог не снесем этот дом, но вы нам дайте компенсацию. На чем вы будете стоить? Мы так всю жизнь только на этот дом строили, деньги тратили. Непонятно даже с кого бы спрашивать. Ни с Газпрома, ни с администрацией. Все правы абсолютно. Екатерина Киселева, Дмитрий Примачек. Наше время. В Оренбурге сегодня торжественно открыли год экологии. Мероприятие прошло в ВСКК Оренбуржья в рамках выставки «Нефть, газ, энерго». В этом году в регионе пройдет масса образовательных и культурных программ. Откроют два новых заповедника в Гайском и Новотроицком районах. Привлекут миллиарды рублей в промышленные технологии. Пройдет модернизация предприятий, запуск экологически чистых производств. Одно из таких направлений – альтернативная энергетика солнечной электростанции. В Оренбурге уже есть две, в Переволовском районе и Ворске. И вот сегодня начали работу еще две. Юрий Мишенин увидел, как их запускали. Плешановская солнечная электростанция мощностью 10 мегаватт готова к пуску. Прошу дать команду на запуск. Готовы и Грачевская солнечная станция. Телемос связывает Оренбург и два новых объекта в разных районах Оренбуржья. Грачевская и Плешановская СС – это объекты-близнецы. Каждая занимает 40 гектаров, состоит из 40 тысяч модулей. Мощность каждой станции – 10 мегаватт. Пуск разрешаю. Пуск разрешается. Станции в работу запускают первый вице-губернатор области Сергей Балыкин, руководитель предприятия-инвестора Игорь Шахрай. В эти два новых солнечных парка компания инвестировала порядка 2,5 миллиардов рублей. Использовали новые разработки. Так, Грачевская станция почти полностью автоматизированная. Обслуживать ее будет всего один человек. Это эталонный продукт в мире и в Европе в первую очередь. И вот Оренбург – это первый регион, где мы вводим вот этот весьма замечательный продукт, позволяющий с большей простотой эксплуатировать солнечные электростанции, как сетевой объект именно, как часть энергосистемы России. Энергетика, основанная на возобновляемых источниках, одна из главных составляющих сохранения окружающей среды. Ведь солнечные электростанции абсолютно экологически чистые, никаких выбросов. Даже после отработки своего срока от них останется кремний и стекло – безопасные продукты. А потому в Оренбурге именно на зеленую энергетику ставка. В области уже четыре солнечных электростанции. Первый – это Переволодский район, затем город Орск. Причем по Орску идет сейчас работа, где с 25 мегаватт к концу года 40 будет. Сегодня вот две станции запустили. Идет работа в Солецком городском округе сейчас. Это тема этого года. И буквально в течение двух лет еще будет пять таких станций, пущено в родионах Оренбургской области. И мы говорили сегодня о том, что до 2020 года мощность будет порядка 200 мегаватт. 200 мегаватт достаточно для обеспечения электричеством города с населением 80-85 тысяч человек. По развитию солнечной энергетики Оренбуржье – одно из лучших в России. Это очень перспективное направление. И буквально вот губернатор принял решение о нашем участии в Питерском форуме в июне месяце, где главной темой нашей экспозиции как раз будет солнечная энергетика в Оренбуржье. Солнечные дни в Оренбургской области примерно столько же, как в Турции или Италии. А потому возможность строительства именно солнечных электростанций большая. И интерес есть. По крайней мере, главы трех районов области уже сегодня провели предварительные переговоры по строительству дополнительных солнечных электростанций. Юрий Мишинин, Виктор Горшенев. Наше время. Грандиозная стройка в 20-м микрорайоне. Наши корреспонденты сегодня увидели место, где, по слухам, появится новая школа. Ну, вроде говорят, школа. Как и планировалось. А насколько вы ждали ее появления? Ждали, очень ждали. Потому что мы купили эту квартиру, как раз когда она строилась. Это было три года назад. Вот нам сразу обещали, что здесь будет школа, два детских садика. Но вот садик построили, он нас, конечно, выручил. А вот школы не было. На этой неделе жители улиц Карпова и Высотные были приятно удивлены. Пустырь возле их домов начали спешно расчищать от снега. Территорию оградили лентой и привезли вагончики для строителей. Будет ли там школа? В администрации города эту информацию нам пока не подтвердили. Мы ждем официальных комментариев. И добавлю, проблему нехватки школ в Северном жилом массиве назрела несколько лет назад. В 85-й школе приходится работать в две смены. Ситуацию немного разгрузила недавно открывшаяся 86-я школа. Но по подсчетам экспертов, в новом районе нужно еще как минимум два образовательных учреждения. В декабре 2016 года во время визита в Оренбург премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал инициативу губернатора, пообещав помочь с выделением денег на строительство четырех школ в регионе. Стоимость путевок в детские загородные лагеря в этом году вырастет на 5%. В Оренбурге начали подготовку к летнему отдыху. Старт оздоровительной кампании дан сегодня в рамках регионального делового форума. На нем традиционно обсуждаются перспективы развития детского отдыха. В этом году особое внимание уделят вопросам безопасности. Будут также совершенствовать и условия проживания подростков в лагерях. Сколько будут стоить путевки в этом году и когда их можно приобретать, узнала Екатерина Волкова. Взрослые не хотят, а дети хотят что летом. Бабать, ура, не хотят. Вот это самое важное. Чем готовы удивлять оренбургские детей, здравительные учреждения презентации внимательно изучают руководители области. Важны не только развлекательные программы, необходимо продумать, как решать возможные проблемы. Например, обеспечить безопасность купания. Последние несколько лет детей стали редко вывозить отдыхать на берег Урала. Роспотребнадзор не дает нам добро. То есть у нас бы все готово и пляжами чистыми, ставим уже купалки, и вызываем все службы, которые дают нам разрешение. Но иногда у нас вода плохая. Вот в этом проблема. По общему мнению, самая главная безопасность. А ей в этом году, как, впрочем, и ранее, будет уделено особое внимание. Теперь, согласно требованию закона, во всех учреждениях должна быть охрана, а в местах купания – спасательные посты. Планируется, что за летнюю кампанию в Оренбурже отдохнут 200 тысяч детей. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, деньги на летнее оздоровление подростков выделят в прежнем объеме. Кроме того, будет около 100 миллионов направлено на улучшение материально-технической базы из всех источников, и как собственников, так и учредителей. И плюс предприятий участвуют, профсоюзы. Поэтому мы уверены, что мы объем как финансовый, так и количественный сохраним. Спрос на здравительную кампанию, как говорят в Министерстве соцразвития, как и в прежние годы, не утихает. Большинство родителей с помощью электронной записи заранее начали бронировать места. Правда, стоимость путевки возрастет. Средняя цена в лагере в этом году составляет 12 тысяч рублей и 20 тысяч рублей в санатории. Меры поддержки для родителей, они как бы есть. То есть путевки и страховки стали подороже, но не критично, а всего 5%. То есть это объяснимо. Мы должны детей хорошо кормить, мы должны обеспечивать ту составляющую педагогическую. Ну и в общем-то понятно, что жизнь не стоит, я еще раз говорю, на месте. Помимо загородных лагерей и санаториев, работать будут и площадки дневного пребывания. При этом программы для детей подготовили самые разнообразные. В основном они будут посвящены Году экологии. Екатерина Волкова, Владимир Семенов. Наше время. Сегодня суд Дзержинского района вынес приговор бывшей управляющей ТСЖ «Мой дом» Ольге Цыковой. Руля товарищества, которая отвечала лишь за одну многоэтажку, даму была 5 лет. И за это время успела разбогатеть больше, чем на 3 миллиона рублей. Все деньги, которыми жильцы оплачивали коммунальные услуги, оседали в ее карманах. Однако сами собственники квартир об этом даже не подозревали. Разбирательства начались только когда ТСЖ буквально утонуло в колоссальных долгах и перед поставщиками услуг, и перед налоговой, и перед пенсионным фондом. Объясняла она тем, что потратила деньги на личные нужды, ссылаясь на состояние здоровья, что деньги и средства в том числе тратила на лечение своих заболеваний. Однако никаких документальных подтверждений данных за отрат она не приняла. Напомним, в этом деле несколько эпизодов. По одному из них даже уже привлекали женщину к уголовной ответственности. Тогда суд приговорил ее к полутора годам общего режима и обязал возместить ТСЖ больше 800 тысяч рублей. Сегодня к сроку добавили еще два года. В судебном заседании экс-руководитель управляющей компании вину признала в полном объеме. Однако до настоящего времени причиненную ущерба не возместила. В Оренбурге спасателям пришлось разрезать автомобиль, чтобы вызволить пострадавших после ДТП. К счастью, сегодня это были лишь учения. Сотрудники МЧС тренировались, как действовать, если в результате дорожной аварии в автомобиле оказались заблокированы люди. Затем, как все происходило, наблюдал Иван Бер. Звон битого стекла искрежет металла. Спасатели извлекают из покореженной машины пострадавших. К счастью, сегодня это лишь конкурсное учение. По легенде соревнований автомобиль попал в ДТП и в нем оказались заперты люди без сознания и ранениями различной степени тяжести. Кстати, все пострадавшие реальные люди, им холодно и их может поранить осколками стекла и металла. А это значит, что действовать надо не только быстро, но и аккуратно. А для этого спасатель использует новое уникальное оборудование, гидравлические ножницы и ножницы, работающие от аккумулятора. То ноу-хау, которое у нас совершенно недавно появилось, оно достаточно удобно, потому что мы не связаны рукавами напорными, которые вы видели на другом оборудовании. И позволяет спасателю очень гибко работать при ликвидации последствий ДТП. Пострадавшим оказывают первую помощь прямо в салоне авто, затем накрывают теплыми одеялами и успокаивают, пока коллеги быстро и методично избавляют раненых от железных тисков якобы смятой машины. Но перед этим есть ряд важных мероприятий, которые следует выполнить как можно быстрее и без ошибок. Первым делом необходимо проверить на наличие, провести разведку вместо ДТП, потом уже провести разведку на наличие газового оборудования, если оно есть, то отключается, соответственно, газовое оборудование, затем перерезается клемма аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить возгорание. Такие соревнования между спасателями проводятся ежегодно и не ради того, чтобы потешить самолюбие, а в основном, чтобы совершенствовать навыки по спасению пострадавших. Машину вскрыть что учебную сейчас, что такую, с которой случилось несчастье, в принципе, одно и то железо. Главное – это люди, которые там находятся по-настоящему в беде. А так в процессе работы особо различий нет. По словам спасателя, из помятых машин ежегодно освобождает до 200 пострадавших, которые благодаря слаженным действиям специалистов живут еще долго и счастливо. В среднем у пожарных уходит 13 минут, чтобы избавить человека от мятого панциря и его же машины. Иван Берг, Константин Воробьев. Наше время. Власти и предприниматели встретятся на одной площадке. Во вторник, 21 февраля, в Дворце культуры и спорта «Газовик» пройдет очередной экономический форум «Город бизнесу, бизнес-городу». В рамках выставки свою продукцию представят 80 местных товаропроизводителей. Кроме того, в ходе однодневного форума состоится встреча главы Оренбурга с предпринимательским сообществом. Сами же бизнесмены обсудят проблемы малого и среднего бизнеса и обменяются мнениями по поводу развития исторического центра, в частности реконструкции набережной Урала и Беловки. Новшеством этого года станет приглашение на форум представителей муниципальных образований. В этом году 9 муниципальных образований откликнулись на наше приглашение. Приглашали мы больше. Откликнулись на наше приглашение. Они подтвердили свое участие в бизнес-форуме в качестве гостей. Здесь и крупные города. Я имею в виду Бузулу, Бугу, Руслан, Орск, Медногорск, Солилецк. И сельские территории. Выслушает и слова не скажет. В областной полиэтнической библиотеке сегодня дети читали книги «Собаки». Складывать буквы, слова, слова в предложение ребята еще учатся, но изо всех сил постарались увлечь свою новую четвероногую подругу. Получилось ли, что читали собаки и для чего нужно такое общение, узнала Виталий Сапожников. Эти 6-7-летние ребята еще только познают мир книги. Буквы уже выучили, но слова пока складывают с трудом. Практикуются регулярно. Дома и в библиотеке. Сегодня слушатель необычный. Вот эта славная, слегка суетливая и энергичная собака по кличке Мила уже готова слушать во все уши. Хозяйка была мала. Она взяла чайник. Ручка была горячая. Проект Киногав, когда дети читают книги животным, далеко не новшество. А что-то похожее есть и за рубежом. К примеру, в Америке читают бездомным собакам. Причем порода значения не имеет. Главное, чтобы собака была дружелюбной и любила детей. А еще усидчивая, чего Миле пока немного не достает. Мила она добрая, ласковая собака. Хотя это изначально была собака с очень трудной судьбой, сменившая несколько хозяев. Вот сейчас это то, что вы видите. Это очень ласковая девочка, готовая к общению, готовая, скажем так, если необходимо, охранять своих владельцев, готовая играть с любыми детьми. Чтение с собаком – это не только общение ребенка с четвероногим другом. Вообще, пес – это внимательный служитель. И когда юный читатель видит, что сумел хоть немного заинтересовать животное, улучшаются скорость и техника чтения. Взрослый делает замечания. Взрослому он стесняется читать. А вдруг он недостаточно быстро, как требует учитель. Недостаточно внятно, как требует мама. Недостаточно с выражением, как требует библиотекарь. А собаке он читает так, как он читает. И собаке это нравится. Прочитать отрывки из любимых книжек сегодня смогли все ребята, посетившие библиотеку. Мила, если и не слушала, то хотя бы делала вид. Собачка понравилась. Никогда раньше не читала собаки. С собаками я очень редко вернусь. Я у нас дома кучу, так что я с ним чаще. Чаще коту читаешь? Нет, я его ни разу еще не пробовала читать. Теперь, очевидно, многочасового сеанса чтения коту не избежать. Как и другим домашним животным, ребят, которые сегодня пообщались с доберманихой. Виталий Сапожников, Виктор Горшенев. Наше время. Информация об отключениях. Как сообщают городские электрические сети, завтра, 17 февраля, в Оренбурге и пригороде, возможно отключение электроэнергии. Адреса, где будет отсутствовать электричество, сейчас на экране. Уточнить всю информацию можно по телефону 56 83 38 либо 98 48 48. И напоследок, в эту субботу, 18 февраля, в Зауральной роще пройдет забег «Лыжня России». Принять участие в соревнованиях приглашают всех желающих. Регистрация участников начнется в 10.30 утра. Так что все на лыжи. И на этом все. Выпуски программы «Наше время» можно посмотреть на сайте 56NV.ru. Хорошего вечера и легкой пятницы завтра. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин